Для начала открываем сайт учи.ру, вводим свои логины и пароли и находим значок Олимпиады. А после ученики 5-го Д-класса начинают отвечать на вопросы. Сегодня у них не обычный урок, а онлайн-олимпиады, безопасные дороги. Как правильно вести себя на проезжей части и не попасть под машину, эти ребятишки изучают регулярно. В нашем образовательном учреждении школы номер 47 в городе Улан-Удэй, как и во многих других, как и во всех других, проводятся беседы по правилам дорожного движения, безопасная дорога домой. Об этом говорят и учителя-предметники, и на классных часах обсуждается, и дети сами собой обсуждают какие-то игровые моменты. В онлайн-олимпиаде всего 8 вопросов. Все они в игровой форме, с современной компьютерной графикой и анимированными героями. Все просто и доступно, поэтому с заданиями дети справляются за считанные минуты. Были сложные вопросы, может быть, какие-нибудь? Расскажи. Нет, сложных вопросов не было, так как я знаю, как это все делается, и я правильно веду себя на дорогах. У нас в школе много раз проводились такие мероприятия, когда нам рассказывали, как правильно себя вести на дорогах и что нужно в этих случаях делать. Вопросы сложные попадаются? Вопросы такие легкие, если ты хорошо знаешь правила дорожного движения. А какой самый сложный вопрос, на который вам показался взгляд? Да мне никакие сложные вопросы не показались. Такие олимпиады нужно проводить, чтобы ученики знали, как правильно вести себя на дороге, на тротуаре. Олимпиады ежегодно проводятся по всей России в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В ней принимают участие учащиеся с 1 по 9 класс. Очень много жертв в последнее время на дорогах, среди которых дети. Наша задача – разъяснять детям основы безопасного поведения на дорогах и правильного безопасного поведения. Так как это все происходит в игровой форме, дети это легко воспринимают и потом уже интуитивно используют все эти знания, полученные в рамках прохождения этой олимпиады. Плюс еще по окончанию олимпиады они будут награждаться призовые места. Министерство транспорта настоятельно рекомендует принять участие в этой олимпиаде. Более 14 тысяч школьников в Бурятии уже прошли олимпиаду. Кто набрал максимальное количество баллов и стал победителем, будет известно уже 28 ноября. Екатерина Лестрадова, Вячеслав Батоев, Новости дня.